Мы снова едем в Second Hand, чтобы найти достойный бренд. Предлагаем вам посмотреть музей танков. У нас в Челябинск славился производством танков во Вторую мировую войну. Вот экземпляры, которые остались. Если вы поклонница в стиле casual, то стоит обратить повышенное внимание на платье пола. История платья пола началась с появления рубашек для мужчин, которые занимались игрой в поло. Огромную популярность платья пола завоевали среди женщин, увлекающихся игрой в большой теннис. Платье отличается удобством, комфортом и не стесняет движения, что позволяет активно двигаться. Другое популярное название платья пола – тенниска. Вели такую моду девушки-теннисистки. Платье выполнено из стопроцентного высококачественного хлопка. Платье идет короткое, сзади на пуговках. Можно полностью застегивать или оставить небольшую шлицу. Шелковое, невесомое. Вот так хочется описать эту прекрасную тунику от американского бренда Thierry. Мне нравится сочетание этих морских оттенков. Отличное решение под купальник для пляжа или бассейна. Состав – стопроцентный шелк. Thierry – это американская популярная марка, создающая одежду в стиле casual. Имеется два передних кармана. И большое преимущество – это закрытые плечи. Лучшая защита от ультрафиолетовых лучей. Атлета выпускает спорт-одежду, предназначенную исключительно для женщин, независимо от их телосложения и спортивных возможностей. Отличительной чертой всех моделей является удобный крой, женственный силуэт, яркие расцветки, эластичная и воздухопроницаемая ткань. Платье разработано спортсменками, а значит сделает ваше активное времяпромождение еще комфортнее. Данное платье выполнено из ткани, из которой разрабатывают шокты для бега, а значит предназначен держать тело в прохладе даже в самые жаркие дни. Макс Майрос рисунком гусиная лапка и невероятно большой шлицей. И это реально такая задумка фирмы, представляете? Но в целом платье прикольное и цена вообще даром 400 рублей, представляете, ребята, 400 рублей, но это очень дешево. Хочу показать вам итальянский сарафан от бренда Каролины. Кредо фирмы женственная и дерзкая одежда. Как вам? О, и да, ребята, в секунде иногда можно встретить и новые вещи с этикетками. Мне понравилось, что бретельки регулируются, но вера здесь мне кажется очень каким-то странным. Действительно, очень экстравагантный сарафан. Ребята, ну про эту майку могу одно сказать, ноу-комментарий. Единственное, что мне здесь понравилось, это цвет и то, что бренд Adidas из Stella McCartney. Люблю эту коллаборацию, но куда ее приспособить? Совершенно ума не приложу, и для спорта не подойдет, и для повседневной жизни странный вера. Нам попались вот такие классные чиносы от фирмы Nike. К сожалению, на меня они не залезли, хотя я очень люблю такие фасоны, а вот на Настю, да, но не по размерчику. Настя сильно не огорчилась, потому что такую одежду она не носит. Это, знаете, такой вариант между спортом и классикой. Такие спортивные, удобные брючки. Состояние идеальное, но, увы, мы их оставили. Размерчик не наш. Внизу брюк расположены замки. Очень брутально и при этом функционально. А мы идем дальше. Абсолютно новое платье от солнечного испанского бренда Desigual. Яркий, позитивный. Бренд легко узнаваем по красочным вышивкам и аппликациям. Это платье можно носить и как тунику. Мне очень нравится, как пошит этот бренд, но его очень сложно подобрать. Он подходит далеко не всем. Лаконичное платье от Донны Карр Нью-Йорк или Диккен Уайт длины миди. Букавчики три четверти и красивый подчеркивающий линию декольте вырез. Сдержанная модель из смесовой шерсти с мелким узорчиком серой гамме. А туфли завершат образ для будней или офиса. Строгий и одновременно элегантный вариант вне времени. А на спинке идет молния. И стоит это платьишко всего 600 рублей. Легкое платье от американского дизайнера Марко Джейкобс. С восхитительным принтом и элементами бархата. Как оно мне понравилось. Пирка с составом была срезана, но материал очень уж похож на шелк по ощущениям. Я обожаю шелк, так как он идеально подходит на жару. Интересный факт. Марк Джейкобс был дизайнером бренда Луи Виттон. Это одна из причин его успеха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Впервые встретили бренд Прайме свитшоты 100% Кашемира. Мне очень понравился фасон и цвет. Но смутили звезды. Не то чтобы звезды неуместны здесь. Просто я сейчас больше предпочитаю однотонные, как Настя говорит, скучные вещи. Свитер в идеальном состоянии. В нем ощущаешь себя очень комфортно. Этот свитшот мы решили стилизовать вот с такими бойфрендами. От итальянского бренда Pink. Кстати, бойфренды пришли к нам из мужского гардероба. Свободные, немного свисающие джинсы. А также ништанин можно подворачивать. Я считаю, очень круто выглядит. Ребята, спасибо, что вы с нами. Наш клуб Second Hand становится все больше и больше. Поддержи канал лайком. И подпишись, если тебе интересные видосики про Second Hand. Коз – это моя давняя любовь. Люблю вещи этого бренда за классный крой, интересные дизайны и качественные материалы. Нашли вот такой необычный топ с интересным низом. Напоминает немного флинстоунов. Выполнен он из 100% шерсти мериноса. Очень мягкий и одновременно теплый. Под кофточку решили одеть вот такие леггинсы от Ralph Lauren. Леггинсы оказались очень удобными и отлично держат форму. Как вам в целом образ? Пишите в комментариях. Или вот с такой водолазкой из 100% шерсти мериноса от американского легендарного бренда Brooks Brothers. Не могли никак понять, мужской это или женский свитер. Размер указан как L, но по факту больше похоже на M. Но в любом случае качество великолепное. Очень красивое и женственное платье в деловом стиле от бренда Max Maran. Бренд Max Maran Studio это идет вторая линия после основного. То есть ценники здесь тоже очень небюджетные. Выполнено платье из тончайшей мягкой шерсти. Оно очень теплое. Когда одеваешь, прям ощущаешь, какое качественное платье. Решили заехать еще в один секонд-хенд. Представляете, я нашла 4 одинакового размера рубашки от фирмы Calvin Klein. Висели рядом. Они такие разные и каждая всего лишь по 250 рублей. Тонкая трикотажная мужская футболка с замком от Ermini Gilda Zenia. Это итальянский люксовый бренд мужской одежды. Качество великолепное, но нас смутил замок. Вероятнее его меняли сами. А также этикетка была срезана, поэтому решили оставить. Классические женские брюки из тончайшей мягкой шерсти от итальянского бренда Trusardi. Основа марки высокое качество, лаконизм и повседневная элегантность. Радостные, солнечные, лосины от Tommy Hilfiger, трикотаж с плетением косичка, а внизу штанины металлические клепки. Я планировала их взять для дома, но оказались длинноватые. Забавная вещь, вызывающая улыбку. Всем привет! Мы объездили три секонд-хенда и спешим поделиться с вами своими находками. Начнем! Нашли юбочку, вернее cute. Cute это национальная шотландская одежда, которую носили мужчины-воины из-за погодных условий. Вот эту часть они фиксировали специальной булавкой, чтобы она не открывалась при ходьбе. Здесь даже есть след вот от этой булавочки. Юбочка выполнена из стопроцентной чистой шерсти, которая не колется. Здесь есть вот такие ремешки кожаные, с помощью которых можно регулировать, утягивать или ослаблять юбочку. Талия регулируется вот таким вот ремешком. Выполнен из стопроцентной кожи. Юбочка имеет плесировочку. Рисунок называется Tartan. Это рисунок, который определяет определенную принадлежность к вану. Их было несколько горный и не горный. Юбочка винтажная, 80-х годов. Сохранилась отлично, не скатывается. Я ее решила стилизовать вот с таким лонгсливом желтого цвета. Думаю, с синей зеленой юбочкой будет супер. И с такими туфлями с синими шнурками, прям под юбку. Тена, скажи, ты довольна этой находкой? Да. Самое то для уральской весны или осени. Потому что именно тогда я собираюсь носить ее сверху с кожаной курткой. А теперь супер находка. Вот такие ботинки брутальные от бренда Caterpillar. Возможно, произношу неправильно. Бренд CAT. Прочность и практичность. Вот мозг этой фирмы. Дословно Caterpillar переводится как гусеница. Создана в 1910 году. Бенджамином Холтом. Создавший первые трактора на гусеничном ходу. CAT корпорация, выпускающая спецтехнику. Компания развивалась, росло число рабочих. И у руководства возникает идея выпуска прочной обуви для рабочих. Первой модели CAT тяжелые ботинки с мощной подошвой и защитным стальным носком. Неубиваемая обувь, которая легко переносила перепады температур, воздействие химических веществ и защищала ноги от негативных факторов. Поэтому получили признание среди рабочих. В 1994 году Caterpillar объединилась с компанией по производству повседневной туристической и спортивной обуви. И над тракторами CAT начинает колдовать дизайнеры, превращая рабочие ботинки в стильную и модную обувь для независимых и активных людей. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так бывает. Смотри, какая классная. Ле- е-та- ле-та. Рина, съемка идет. Поехали. Нашли вот такие кроссовки от фирмы Adidas, линия Bounce, идет беговая линия для бега в помещении, например, в тренинг, либо летом, когда жарко. Здесь здорово то, что на ощупь эта линия идет такая, как капроновый колготок, скользкая вот такого формата. Если видно, есть сеточка вот такая, нога в них точно не сопреет, плюс идет очень интересная пяточка, хорошо фиксирует. В них нога просто отдыхает, очень комфортный. И цвет такой веселенький, летний. Шнуровка здесь выполняет больше декоративную функцию, сам кроссовок уже пошит так, как носок. Плотно сидит на ноге, не скатывается и при этом фиксирует очень хорошо. Шнуровка, ну, в большей степени она держит вот эту сетчатую часть, которая отвечает больше за защиту ткани. Стирать такие кроссовки можно в стиральной машинке. Я вот на ручной стирке стирала, и ничего с ними, как видите, не случилось. Решили взять такое термобелье от фирмы SuperNaturel. Швейцарская фирма, которая специализируется на мерина для повседневной носки, либо для спорта. Как вариант для путешествий. Есть передний замок, если вдруг стало жарко, и как вариант застегнуть. Очень мягкое, состояние идет на 5 из 5. Мне нравится очень цвет. Если был бы размер S, я бы забрала ее себе. Но забрала ее у меня Настя, так как это XS. Повезло! Нашли новую вот марку бренда Утеркуэ. Бренд именно так и произносится, я прочитала в интернете, потому что название бренда происходит от латыни. На латыни звучит как Утерке, а испанцы на испанский манек Утеркуэ. Качественная марка модной женской одежды. Данный свитер идет удлиненный, имеет боковые разрезы. Вещь относится к базовой. То есть подойдет на высокую девушку или на девушку, желающую, допустим, носить леггинсы. Выполнен из 60% шерсти и 40% шелка. Шелк здесь не обычный, а мертвый шелк называется Майлбери. Шелк здесь идет тутового шелкопряда. Это самый высококачественный шелк и самый дорогой считается. Шелк придаст шерсти прочности и мягкости. Такой вот абсолютно базовый свитер. Он такой мягкий еще. Просто шикарный. Лена, я не поняла, ты сегодня вообще работать собралась или нет? У меня есть такая толстовка, которую хочу я вам, ребятам, показать. Она идет от фирмы. Я не подготовила. Два садись. Ваширон Константин. Ваширон. Ваширон Константин. Это мужская худи. Сделана из 100% мерины в черном цвете. Плотная, как моя юбка. С глубоким капюшоном. С таким лого. Мне показалось, выглядит такая худи очень брутально. Лена, а ты чувствуешь качество этой вещи? Я даже не знаю, что я чувствую. Надо было сначала спросить меня про качество, а потом показать цены на часы. У меня была бы более объективная оценка. Я как увидела ценники, мне сразу так этот бренд понравился. Думаю, на мальчишках будет вообще потрясающе. Если хочешь передать привет, пиши в комментариях, и мы зачитаем в следующем видео. А на этом у нас все. Надеюсь, вам было интересно. Мы посылаем вам сердечки. Увидимся скоро. Пока.